Продолжение следует... Встреча состоит в том, что язык программирования Python — это такой язык программирования, а не калькулятор и не штука, на которую можно наскоро навалять нечто, решающее вашу задачу, даже если вы до конца не умеете программировать оба направления, на сегодняшний день наиболее востребованные в Python, и именно именно мы с вами и не занимаемся. Вот. Мы продолжаем очень быстрым галопом бежать по свойствам языка программирования Python как такого классического процедурного императивного языка. Вот. И соображение, что все присутствующие здесь, а также те, кто приглашаются все это послушать и посмотреть, и соображение, что более или менее все присутствующие здесь каким-нибудь императивным языком знакомы. Вот. И наша задача скорее посмотреть, что интересного, вкусного и полезного готовит нам Python по сравнению с уже известными нам императивными языками. Первое, что стоит заметить, эту тему мы с вами будем еще несколько раз, несколько раз проглядывать, вот. Первое, что стоит заметить, это что в Python очередной приступ синтаксического сахара состоит в том, что в действительности все операции, которые мы делаем там с числами и со всеми остальными объектами, это на самом деле методы соответствующих объектов. Ну, все, кто более или менее изучал какой-нибудь язык программирования с объектной моделью, знают, что у нас у объекта, ну, скажем, давайте, для очень простоты. Да? Нету абсурса. А что есть? Ну, или с нижним подчеркнем, или без него, потому что вон есть еще, например, какой-нибудь нумератор, я не знаю, что это такое, забыл. Что у нашего объекта есть целая куча полей, вот. Большая часть из них, если это объект стандартной системы, задана изначально. Вот, в случае питона, это прям-таки просто целая гроздь полей у объекта, вот. И в частности, многие поля, давайте посмотрим, там пример-то какой дается. А, там сразу, сразу int ad, ну ладно. Многие поля в действительности являются операциями, мы про это поговорим, когда у нас будет разговор, собственно, про объектную модель, вот. Вот, но даже сейчас можно написать что-нибудь типа а точка, ну что тут у нас есть интересного из такого, вот такого, что прям, ничего интересного я здесь не вижу. Давайте сделаем вещественное число. Вот тут уж точно есть. Вот, да, значит, многие операции над нашими объектами в действительности являются, являются, кто сказал два подчеркивания, был прав, спасибо, а я что-то протупил. В действительности являются методами, да, вплоть до того, что даже арифметические операции, что-то типа такого, а плюс f, да, ну или давайте для простоты а плюс а, в действительности являются, да, в действительности это то же самое, абсолютно то же самое, за несколькими интересными исключениями, что а точка add, вот там, не знаю, раз, два, три, да, вот эта операция и а плюс раз, два, три, это не просто одно и то же, не просто один и тот же результат возвращает, это вообще одно и то же. В данном случае вообще одно и то же. Вот, питон не был бы питоном, если бы вот такое однозначное преобразование одного в другое оставалось прибитым гвоздиками. Разумеется, когда речь идет о предоставлении удобства пользователю, возникает чуть больше интересных штук, связанных с тем, а как, собственно, по каким принципам, по каким правилам преобразуется арифметическая операция, как синтактический сахар, в, собственно, вызов соответствующего метода. Вот. Например, я этот пример всегда привожу, возможно, я его даже проведу еще один раз, но тем не менее. Например, мы знаем, что любые последовательности, сегодня мы это еще будем на это смотреть, можно умножать на число. Вообще говоря, можно число умножать на последовательность, получится то же самое. Все бы было хорошо, если бы не одна забавная подробность. И она равняется, допустим, в, запятая 4. 4, я сказал. Забавная подробность следует в следующем. Как умножить строку на число? Мы знаем. Строка знает, как ее умножать на число. Метод мул строки, строкового объекта S, естественно, в курсе, что если ему показать число, то он должен взять и приклеить эту строку саму к себе n раз. Вопрос в том, как работает вот такая операция. Со всей очевидностью, вот так работать не может мул. Yes. И не работает. Почему так? Ну, потому что, вообще говоря, число не обязано знать, что к нему прилезла последовательность, которая на самом деле умножается на число. Число не может уметь себя умножать на любой объект, который является последовательностью. Оно и не умножает, оно говорит, но тамплименты. В действительности получается, что вот такая конструкция со звездочкой, это реализация так называемого протокола правой операции, или в данном случае протокола умножения в питоне. Понятие протокола такая договоренность о том, во что выливаются красивые и для нас такие очевидные конструкции, во что они выливаются под ковром. Под ковром они выливаются, на самом деле, так сказать, недалеко от поверхности этого ковра, в том смысле, что все вполне очевидно в этом протоколе. И состоит он в следующем, что если мы берем конструкцию, ну скажем, один объект умножить на другой объект, то мы сначала пробуем вызвать метод мул этого самого первого объекта на второй, но в случае, если эта штука не реализована, если метод мул определит, что объекты вот такого типа он не умеет умножать, согласно протоколу нужно вернуть специальный объект типа notimplemented, это специальный объект такой, вот, классы notimplemented type, догадался Штирлиц, вот, и в этом случае процесс питон пойдет, поведет процесс дальше. Если вот это на это умножить notimplemented, попробуем умножить то на это, с помощью специального метода, который называется rmool. правое умножение. И вуаля, успех. Что мы сделали? Мы сообразно выполнению протокола умножения избежали ситуации, когда нам нужно по каким-то совершенно непонятным причинам целому числу знать, как его умножать на произвольный объект, оно не знает, и вместо этого свалили всю ответственность на этот произвольный объект. Ну уж ты-то должен знать, как тебя умножать на число. А он знает. Вот. Вот пример использования протокола умножения. Сегодня у нас еще будет пример использования протокола индексации, ну или протокола последовательности. Правда, этот протокол будет не слишком, мы его не слишком обговорим. Да, ну мы уже с вами видели, что точно так же работает, например, abs от f. В действительности это вызов f.abs. Или чего-то более хитрого на самом деле, потому что там могут быть всякие хитрые метрики введены. Надо почитать соответствующий протокол. Вот. То же самое с длиной от последовательности, которая в действительности, да, там вот s.len. Да, это то же самое, что len.at.s на самом деле. Вообще то же самое. Это вызов одного и того же метода, просто вот сообразный протокол. Опять же, надо почитать, как устроен вот этот протокол. Не исключено, что можно как-то по-другому вычислить длину последовательности, хотя сейчас просто в душе не представляю. Нет, нет, нет. Все гораздо проще. Тут задали вопрос, является ли это обработка исключения. Not implemented это не исключение. Not implemented это такой объект. Вот у вас операция n умножить на n, вот такая операция, да, вот такая операция, она просто возвращает результат. Not implemented. Вот и все. То есть если у нас такой результат, то... Да, и протокол умножения говорит следующее, что мы сначала пробуем левое умножение, если его результатом является объект not implemented, мы пробуем правое умножение. Спасибо. Хороший вопрос, спасибо. Значит, да, сложное понятие протокола, которым обмазаны, например, все числа в питоне, тем самым вы можете изобрести свой собственный класс чисел, и они будут сразу, сразу начнут складываться, умножаться, и от них будет браться абсолютное значение, они будут округляться и так далее. Сложная реализация протокола, это так называемый числовой протокол. Вот, можно почитать про него, как он реализован на питончике, и как он реализован внутри питона на оси. У нас на это сейчас нет времени, потому что я тупил с проводами. Вот, всех вас отсылаю туда, отсылаю туда почитать. Вот. Обратите внимание на то, что я уже говорил в прошлый раз, в питоне строгая типизация. Она настолько строгая, что даже как таковой типизацией не является. В том смысле, что мы, когда выполняем какие-то действия над объектом, единственное, что мы можем сделать, это вызвать методы этого объекта. Больше ничего. Ничего удивительного, что из этого автоматически вырастает типизация. Вот, какого типа нам класс притащил методы в наш объект, такие методы и вызовутся. Ничего другого, никакой внешней, значит, каких-то внешних штук нету. А если внешние штуки есть, да, то они, разумеется, будут проверять этот тип. И тут все просто. Чего в питоне не типизировано, повторюсь, в прошлый раз, это имена. Имена они абсолютно тип не имеют. Вот. Так вот, наша сегодняшняя тема, это последовательность. Тут люди жалуются, что я делаю больно им мозгу, вводя понятие протокола умножения. А мне кажется, это очень остроумно. Но, видимо, одно другому не мешает. Да, значит, наша сегодняшняя тема, это последовательность. Так вот, как и все другое, свойство быть последовательностью, это всего лишь свойство иметь соответствующие методы у объекта. Больше ничего. Ну, и некоторое ожидание от того, что эти методы будут делать, как они работают, это, собственно, протокол последовательности описан. Но мы сейчас даже не будем до конца его раскручивать, этот протокол последовательности, потому что он внимательно, внимание, включает в себя понятие итератора, про который мы еще говорить не будем. Вот. Так что, вместо того, чтобы раскручивать весь протокол последовательности, мы договоримся о том, что последовательность – это просто свойство объекта, которое гарантирует нам такие-то и такие-то штуки, и эти штуки как раз и изучим. Вот. Ну, прежде чем изучать последовательность как таковую, давайте, тем более, что мы немножко знаем, какие они бывают, давайте поговорим про цикл for. Вот. Цикл for – это не цикл со счетчиком, как может показаться. Это вот, если кто знает C++, там, как бы, несколько лет назад в стандарте появился несколько, ну, какое-то число лет назад в стандарте появился цикл for по последовательности. Вот это примерно то же самое. For. Дальше у нас переменное имя или список имен, ну, скажем, и, ин, последовательность. Ну, какую последовательность возьмем? Давайте возьмем кортеж. Напоминаю, что в питоне последовательности – это просто последовательности объектов, им совершенно не обязательно быть однотипными, да, помним. Типизированы только объекты, ссылки на объекты не типизированы вообще никак. Да? Вот. Да. Смотрите, значит, что в данном случае происходит? Происходит очень простая вещь, опять же, ничего сверхсекретного в питоне нету, да и секретного, в общем-то, тоже, там все кишки наружу. Вот это имя, и оно будет по очереди связывать все объекты из вот этой последовательности, в данном случае это кортеж, константная последовательность, и, как видите, эти объекты могут быть любого типа, разумеется. Да? Вот, собственно, и все, что можно рассказать про цикл фор, но, конечно же… Можно вопрос? Когда создаются и убиваются вот эти вот объекты кортежа, которые тут указаны? В данном случае это все константы, это значит, что они в этот момент связаны только участием в кортеже, и, соответственно, как только у нас цикл фор заканчивается, этот кортеж уничтожается, и все константы уничтожаются тоже. Понятное дело, что они могут находиться в кэше, я точно знаю, что один и ноун находятся в кэше, и поэтому они не уничтожатся, но с нашей точки зрения, ревкаунт у них, естественно, обнулится. Вот. Если это то, о чем… То есть, когда ревкаунт не связывается, их ревкаунт становится двойной? Да, да, совершенно справедливо. Потому что еще один ревкаунт – это их участие в кортеже. Вот. Так, значит, разумеется, в питончике… А, вот тут вот, тут вот пример распаковки. Ну, давайте попробуем. For A, A, B, C, in, ну, допустим… Да. Значит, там, двоеточие. Print. A, B, C. Что? Что я сделал не так? А, примерно есть такая четыре буквы. А, четыре буквы, да, да, спасибо. Во, другое дело. Да, значит, что происходит здесь? Ну, кстати, давайте наведем фэн-шуй. Фэн-шуй требует вот таких вот пробельчиков. Вот. Что мы видим в этой конструкции? Что, ну, разумеется, последовательность может быть любая. В частности, последовательность может быть последовательностью последовательностей. Поскольку это последовательность последовательности, то в каждой из подпоследовательности сколько-то элементов, и эти элементы можно распаковать прямо там, в цикле for, и разбросать их по различным именам, вот как здесь это и делается. Давайте я проведу еще один эксперимент, раз уж мы все здесь собрались. Давайте я его проведу. Мне самому интересно. Есть ли такая конструкция в питоне? Есть. Мы помним, что множественное связывание, а множественное связывание, ну, вот, можно записать вот так вот, да? Что множественное связывание имеет не так давно, пару, тройку, четверку, пятерку лет назад, черт знает, ну, в общем, относительно недавно, введенный такой специальный синтаксис, такой catch-all, да? В этом случае последовательность, сколько бы ни было в ней элементов, разобьется на два элемента сначала, один элемент с конца, а все остальное приедет в, свяжется именем O, но превратится, обратите внимание, в список, да? Вот здесь это было строкой. Мы рассмотрели всю последовательность, взяли по краям первые два элемента последней, связали их именами, остальное приехало, связалось именем O. Да? Как выяснилось, эта же штука работает, множественное связывание с этим самым, с catch-all, работает и в цикле. Зачем я это рассказал, не знаю, но теперь вы это знаете тоже. Вот. Разумеется, в цикле for допустимые операторы break и continue, смысл которых я даже и рассказывать не буду, все здесь присутствующие все понимают. Вот. Значит, тут спрашивает некто, а бывает ли for как в си или в плюсах? Ну, да, хороший вопрос. For как в си и в плюсах, это одна из лучших идей организации оператора цикла. Сейчас скажу почему. Помните наш разговор про то, из скольких частей состоит цикл? Что их там не два, а четыре. Казоническая схема цикла состоит из четырех частей. Инициализация условий, телоизменение условий. Вот именно цикл for в си предоставляет все четыре синтаксически выделенных элемента. У него инициализация в начале до первой точки с запятой, проверка условия после первой точки с запятой, изменение условий после второй точки с запятой, а тело внутри. Нет, такого цикла в питоне нет. Так что правильный ответ на вопрос, есть ли цикл как в си и в плюсах? Нет, такого нет. Но было бы неплохо действительно ответить на вопрос про то, как делать цикл со счетчиком. И это мы заходим в конец нашей лекции, в которой мы будем изучать, не изучать так, поглядим одним глазом на вычислимые последовательности. Дело в том, что последовательность, как списки или кортежи, которые мы тут использовали, или строки, это все хранимые последовательности. Последовательности объектов, которые хранятся в памяти. Вообще говоря, мы знаем, что объект является последовательностью не тогда, когда он хранит все в памяти, а когда у него есть метод. Ну, например, давайте мы вернемся к циклу фор со счетчиком, давайте мы проиллюстрируем понятие индексирования, например. Да, самый простой способ это понятие индексирования. Вот мы говорим лы, мы, 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 мы. Вот у нас, пожалуйста, питоний список. Тип у него список. Вот, лист. Если кто на первом курсе делал связанные списки и на си там моделировал их или на паскале, забудьте про это. Разумеется, связанных списков в питоне нету. И, в общем, они там не нужны от слова совсем. Это в действительности то, что имеет тип лист, в действительности динамический массив. Динамический массив очень крутая штука, но мы сейчас хотели что сделать? Мы хотели посмотреть, как происходит индексация. Вот, пожалуйста, третий элемент. 0, 1, 2, третий элемент массива. Индексация начинается с нуля. Вот, индексация не может заходить за границу массива. Вот это последний его элемент. Индексация может начинаться с конца. Это тоже последний элемент. Очень удобно. Минус первый элемент, последний. Минус второй, предпоследний и так дальше. Вот. Так вот, я клоню это к чему? Что объект является последовательностью не потому, что он что-то хранит в памяти, а потому что возле него квадратные скобочки можно написать. То есть у него есть метод Гетайтим. Да, естественно. Что-то я ступил. Меня потрясло то, что я два раза подряд воткнул проектор, а третий раз не воткнул. Удивительно. Вот. Значит, опять-таки, я сильно подозреваю, что вот это и вот это, это вообще одно и то же, за исключением того, что, возможно, протокол последовательности может предусмотреть какие-то дополнительные ужимки и прыжки в случае, если этот Гетайтим не так работает. Но кажется, нет. Кажется, прям один в один отрасли. Да? Ну, и теперь мы можем понять, что на самом деле совершенно необязательно вот это 5, 6, 7 должно где-то храниться. Если наш метод Гетайтим, получив минус 2, может выдавать это 5, 6, 7 на основании какой-то формулы, то он тоже об последовательности. Вот. Вот такую последовательность мы с вами в конце лекции, я обещал ее в конце лекции, расскажем прямо сейчас, чтобы ответить на вопрос о цикле со счетчиком. Значит, эта штука называется range. Ну, скажем, от 10. От 0 до 10 мы не указали начало, если мы не указываем начало, то это 0. Объект типа range это вычислимая последовательность. Что это значит? Ну, во-первых, ее можно засунуть в цикл. For in R, print i. Это был print i, а я что написал? А я написал, не то написал, вот так. Разумеется, никто не хранит 10 миллион, ну, короче, вот столько элементов в памяти. Почему? Потому что их можно вычислить, это арифметическая прогрессия. Самое, что на есть, арифметическая прогрессия. Смотрите. Range от, скажем, 23 до 123 с шагом 32. Да бога ради. Вот вам арифметическая прогрессия. Понятное дело, что для того, чтобы вычислить n элементы арифметической прогрессии, достаточно, вполне себе, достаточно просто знать начало и превращение. Хороший вопрос. Я думаю, что да. Давайте почитаем help. Могут ли быть все поля только целыми? Integers. Обращаю, кстати, ваше внимание на интерактивный help в питончике. Очень удобная штука. Никуда ходить не надо. Никакий броузер, открывать ничего. Просто говорите help, смотрите. Во. Значит, понятное дело, шаг может быть отрицательным. Все вот это вот. Более того, вы можете задать range, не существующий. Допустим, от 10 до 2 с шагом минус 100. Ну-ка. Он будет пустой? Не range, а r. Нет, в нем 10. Этот существующий, у него есть начальный элемент. Хорошо. С 10 до 22 шагом минус 100. Обратите внимание, никакой ошибки на том, что относительно того, что это пустая последовательность, потому что у нее шаг не в ту сторону растет. Никакой ошибки не произошло, просто она пустая. Мало кто знает, мало кто знает, ну, то есть нет, я думаю, что много кто знает, просто я это довольно не сразу просек, что range, мало того, что вычислимая последовательность, она еще и индексируемая. Мы можем увидеть n элемент, смотрите. ну, скажем, да какая разница. Во. Ну и, соответственно, если вы укажете, вот, такая вот удобная штука, вычислимая последовательность, ну и понятное дело, что вот он, вот он, вот он наш цикл со счетчиком, как он есть, for i in range, от счетчика, ну, хорошо, там, поменьше, от счетчика, и дальше, что хотим, делаем с i. Вот это цикл со счетчиком, в том виде, в котором мы его привыкли выйти, скажем, в Паскале, там, выражен в виде в си, и так дальше. Клауза Элс, напоминаю, о такой веселой фишке питона, как Клауза Элс к циклу, которая работает так же, как Клауза Элс к условному оператору, а именно, если вы вышли из цикла, потому что условие невыполнимо, в данном случае последовательность закончилась, Клауза Элс выполняется. Если вы вышли из цикла, потому что вы вышли по Брэйку, Клауза Элс не выполняется. Давайте попробуем. Ну, допустим, 5, if i равняется 13. Брэйк, Элс, ну, давайте еще принт напишем. Ой, мне тут не видно. Элс, что там, принт, ну, это 13. Ну, вот, а теперь давайте, ну, допустим, от 8 до 16. здесь еще напишем, принт 13. О, да, такая же история, как с циклом Вайл, мы все это видели на прошлой лекции, что, когда мы выходим по Брэйку, вот эта штука не выполняется, а когда мы выходим, потому что последовательность закончилась, читай, условия выхода, условия продолжения цикла не соблюдается, мы выполняем эту клаузулу. Вот, вот, собственно. Тут не лишне заметить, как это, демифилогизировать еще одну мифологему. Мы с вами, если вы помните, множественные присвоения всегда писали так. А, запятая Б, запятая С, равняется что-то, запятая что-то, запятая что-то. Ну, разумеется, это не так. В действительности справа может стоять абсолютно любая последовательность, то есть, ну, реально любая. Че? А, 23, 24, я молодец. Вот. Да? Питону, вообще говоря, все равно, лишь бы вот этот вот объект поддерживал протокол последовательности. Тут может быть строка, число, это самое, рейндж, список, кортеж, что угодно. Что угодно, у которого есть гитай-тим и длина. Все. Если у вас есть длина и гитай-тим, можно брать индекс, можно заниматься распаковкой. Такие дела. О, нет, даже длины не нужно. Зачем нам длина? Мы же все равно это будем преобразовывать сначала внутри в кортеж. И пока мы его преобразуем, мы увидим длину. Так что достаточно, чтобы гитай-тим был. Вот. А, но он тогда не закончится. Надо почитать. Все-таки, мне кажется, длина нужна. Ну вот. Где-то, кстати, у нас это точно будет на тех лекциях, которые посвящены объектной модели. Там мы точно будем говорить, как вот смоделировать последовательность с помощью собственноручно написанного класса. А, извините, а длина для чего нужна? Или для распаковки? Длина нужна для того, чтобы соразмерить левую часть и правую. Вот. Я вот сижу и думаю, нужна ли она как таковая. Прям вот. А она для него может быть значимой? Да. Иначе вот, смотрите. Иначе будет... То есть сама процедура выглядит так. Мы берем последовательность справа, превращаем ее в... Вот вы меня... Это я сам себя, конечно. Ну что ж, проверка. Надо, конечно, почитать было, но мне лень сейчас читать. Ага. Видите, что произошло? А у нас бесконечный. И от него можно брать любой индекс. Да? Ну потому что... А если зверточка представить, что там... Ой, я думаю, что повиснет. Он... Последовательность А не заканчивается. Он ее распаковывает и распаковывает. А если длину? Что? Если длину... Если определить здесь длину... Давайте попробуем. 42, конечно. Давайте попробуем. Нет. Потому что мы с вами еще не подобрались вплотную к протоколу последовательности. Протокол последовательности обязан предусматривать превращение нашего объекта в итератор. И в данном случае этот итератор должен быть конечным. У нас вот этот объект должен возвращать специальное исключение stop iteration в тот момент, когда когда последовательность завершилась. Так что нет. К сожалению, так не работает. Давайте я вот что сделаю. Я, наверное, пошлю пошлю всех в место, где описан протокол последовательности, если его тут нету. Может быть и есть. Вот. Но если нету, я вставлю это в план лекции, потому что действительно интересно. Вот эту штуку я обещал сказать и скажу. Это она относится к прошлой нашей встрече, но поскольку в ней участвуют последовательности, я решил ее перенести на сегодня. У нас есть операции all и any. Это логические операции, которые догадайтесь, что делают. Это одна большая конъюнкция, а это одна большая дизюнкция. То есть это один большой end, и она равна истине только в том случае, если все объекты истины. А это один большой or, и она равна лжи, только если все объекты ложные. Выглядит примерно так. Тут должна быть последовательность. Ну, скажем. Кажется, нет. Ну, потому что это не базовая операция. Вот видите, all это, да, и стоит там затесаться к какому-нибудь пустому объекту, и она сразу false. Ну, а any все наоборот. Тут всегда true, и только если они все пустые, да, если они все пустые, вот тогда false. Вот. Обратите внимание, что я использовал последовательность в данном случае список. 20. Чему будет равно вот это? Ну, только all. true, что сейчас будет? True, конечно. Тут нет ни одного пустого символа. Со строками вообще все очень сложно. Строка это такое очень противоестественное, вместе с тем очень естественное и остроумное изобретение в питоне. Но до строк мы еще дойдем. Так. Про умножение последовательное число и сложение мы уже знаем, да, допустим, раз, два, три. Это что ж такое-то? Финшу мне никак не дается. Вот. Да, значит, строка может быть умножена на число, строка может быть, не строка, а последовательность. Последовательность можно сложить с такой же последовательностью, но, кажется, нельзя с другой. Преобразование типов за вас никто делать не будет. Помните, строгая типизация. Если в протоколе не сказано, соответствующего метода нету, откуда мы узнаем, как складывать в данном случае тюпли, то бишь кортежи и списки? Правильный ответ никак. Сами преобразуете одно в другое. Вот. Значит, индексирование от конца я уже сказал. Как происходит сравнение последовательностей? Оно происходит лексикографически, то есть поэлементно. Вот. Тоже все, в общем, очень-очень легко. Один, два, три, три я сказал, четыре. Давайте сравним с один, допустим, три, четыре, пять. Фэншуй. Вот. Какое больше? Какое меньше? Левое меньше. Почему? Эти элементы равны, а вот этот элемент меньше этого. Все, мы приехали. Можно было дальше и не писать. Да? Лексика, графическое сравнение, как в словаре. То есть, если будет один, три, ноль, ноль, то все равно будет трудно? Да, конечно. А если там один, два, два, и закончится? Да. Значит, лексика, графическое сравнение устроено очень просто. Мы останавливаемся на первом символе, который, в первом элементе, который отличается от другого, если, и сравним эти два элемента, мы по очереди сравниваем все элементы. Сначала нулевые, потом первые, и так дальше. Мы останавливаемся на первой неравной друг другу паре, и вот какой результат она вернула, такой мы и возвращаем. Если первой неравной друг другу пара это в одном, в одном, этом самом, есть, а в другом нету, то, разумеется, меньше тот, который короче. Вот они совпадают полностью, но левый длиннее, значит, он больше. Если они равны, значит, они равны. Вот и все. Лексикографическое сравнение. Все последовательности, поддерживающие протокол последовательности, можно вот так вот сравнивать. Хотя я подозреваю, что у них есть у самих, допустим. Давайте посмотрим. Какие есть методы у них? Кстати, вот вам еще одно применение функции dir. Оно показывает все методы данного объекта. Очень удобно, можно посмотреть. О, смотрите, у них есть собственное сравнение. gt, eq, le, lt. Это все сравнения. Это значит, что если мы пишем вот так, в действительности мы пишем не это, а... Сейчас скажу как. Что там lt? Да. Во. Одно и то же. Вот. Ммм... Что там? Вопрос. Если у нас элементом последовательности является другая последовательность, меньше будет работать... Рекурсивно. Вопрос в том, как сравниваются последовательности последовательности. Лексикографически. Мы сравниваем последовательность поэлементно. Если один элемент меньше другого, то и последовательность меньше. То есть они не обязаны для этого? Совершенно не обязаны. Да, мы просто сравниваем меньше на меньше. Вот если объекты совсем разные, давайте посмотрим, что будет, если мы попробуем сравнить, допустим, раз, два, сравнить с... Ну и там... Очевидно, что будет. Мы не можем сравнить два элемента разного типа. И поэтому мы не можем сравнить две последовательности. Вот и все. Вот. Да-да-да. Думаю, что да. Интересно, кстати. Да? Хотя нет, смотрите, он что-то другое нам показал. А, он их... Они у него просто неупорядоченные. Дир от а их упорядочивает, а а-дир нет. Я думаю, что, опять-таки, это очередной пример протокола. Что вот этот дир, он просто возвращает все имена, а функция дир, она их еще упорядочивает, чтобы удобно было читать и искать. Думаю, что так. Вот. Окей. Ну, про гитайте мы уже говорили. Ну вот. Но с гитайте мы все гораздо интереснее, чем вы думаете, потому что мы еще не говорили про секционирование. Секционирование это вообще безбашенная совершенно штука. Давайте. Тюпль. Вот рейндж. Ну, скажем, от 12 до 122 с шагом 7. Ну, такой вот учебно-тренировочный тюпль. Мы можем взять от этого тюпля секцию. Например, с первого по третий элемент. Обратите внимание, что с первого, а не с нулевого. Обратите внимание, что по третий не включительно. То есть вот эта скобочка в той нотации, которую мне, например, учили в школе, должна быть вывернута в другую сторону. Вот так вот должно быть. Но так в питоне, конечно, не делают. Да. Значит, секция в питоне указывается через двоеточие и начинается с вот этого индекса и заканчивается до вот этого. То есть отсюда досюда не включая. Вот. Секция может быть с шагом. А срез это другое? Что-то или то же самое? Что? Да то же самое. То же самое, конечно. Вот. Тут спросили, то же самое или срез. Тут меня спрашивают, Олл и Энни это фишки только питона или они только в итераторах? Не понимаю вопроса. Во-первых, они не только в итераторах, там может быть любая последовательность. Во-вторых, ну что значит фишки только питона? Мне кажется, можно придумать любой язык программирования, которому передаешь последовательность, а он проверяет, что там все они пустые. Поэтому не знаю, как ответить на этот вопрос. Вот. С шагом два. Давайте смотреть. 0, 1, 2, плюс 2, 4, 4, 6, ну короче, вы меня поняли. Вот. Ну, разумеется, можно всякие хитрости и мелкие хитрости вот такие вот делать. Давайте смотреть. Минус второй, минус первый, минус второй с шагом минус 3. Значит, следующий должен быть 89. 89, 89, 68, 47, а до какого? До третьего. 0, 1, 2, 3. А тут уже 47. Все. Этот не включается. Сейчас расскажу, как это работает. Работает все очень весело. Значит, как мы помним, квадратная скобочка. Это гитайтим такой. Да? У нас даже был какой-то классик, в котором этот самый гитайтим, вот. Давайте мы забежим вперед и вместо здесь вот вернем и. И посмотрим, что получится. Тут все хорошо. Тут, как ни странно, тоже все хорошо. Что передали, то и пришло. Давайте посмотрим, как работает секционирование. Упс, а это что такое? О, это, видимо, такой объект. Какой у нее тип? Вы будете смеяться. Слайс. Значит, да, то есть, again, это просто такой синтаксический сахар. Из конструкции с двоеточием, внутри квадратных скобочек, формируется вызов гитайтим. Гитайтим. А в качестве параметра передается объект типа слайс, у которого есть три поля старт, стоп и степ. Видите, этот степ ноун, что означает, что по умолчанию он шаг один. Да? Можно даже вот так написать. Кстати, это не бессмысленная конструкция. И к этому мы перейдем вот буквально через несколько минут. Почему конструкция типа вот у нас есть список, да? Почему вот такая конструкция не бессмысленна? Нет, конечно. Все наоборот. Тут спросили, гитайтим, если видит в скобках квадратных скобках двоеточие, начинает к этому по-другому относиться. Нет, все наоборот. Питон, если видит в скобках двоеточие, то он преобразует вот такой объект в объект типа слайс и вызывает гитайтим. Гитайтим видит то, что ему прислали. Гитайтим ничего не разбирает. Вот мы только что это посмотрели. Что вы ему передаете, то он и понимает. То есть гитайтим с контактных типов умеет работать с объектами типа слайса? Да, гитайтим тех типов, у которых секционирование определено, да? Он именно так и делает. Ему приезжает объект типа слайса, он его анализирует. Вот. Ну, то есть это был А, а допустим, R. Кстати, обратите внимание вот на что. Вот у нас есть массив R на раз, два, три, четыре, пять элементов. От нуля до четырех. В отличие от операции индексирования, которая бы нам тут же рассказала, кто мы такие, если мы хотим 12 элемент взять. Операция взятия сегмента, сегментирования, она же срез, да? Ничего не сказала. Он сказал, вы знаете, с 12 по 46 в этом массиве нет ничего. Что, в общем, разумно. Ошибки не произойдет. Да. А можно как-то и самопущий слайс, как вы для этого получаете? Чего? Еще раз. Ну, как мы делали, вот, продажную скобочку через пересечку. Да, делали. А, которую, не китай, вы можете как-то и сделать это самое? Как же он получает ссорение, да? Мы так и сделали, вот. Мы именно так сделали то же самое. Это оно. Я не понимаю вопроса. А почему вы его как слайсами, так и продажную скобочку, где вы делаете? Потому что в этот момент вот сюда приехал слайс. Мы об этом только что говорили. Смотрите, да? Идея, да, естественно. Вот же наш класс, да? Он выводит то, что ему входит, да? Мы говорим, что протокол последовательности, да, это твердит о том, что должен быть гитайтем, и еще должен быть окончание последовательности, о котором мы пока ничего не знаем. Да? И больше ничего. Соответственно, если гитайтем есть, то можно применять операцию с квадратными скобочками. Она, правда, превращается вот в такое. Ну и окей, пускай превращается. Зато мы посмотрим, зато мы посмотрим, во что превращаются вот такие конструкции. А где-то типа слайс можно породить только? Можно руками породить, если вы этого хотите. Вы же этого хотели, да? Вот. Не понимаю вопроса. Связывать можно только именами или участием в составных объектах. Но наш вот объект, типа слайс, который получился в результате А в сред, он никак не связан с А, ну типа никак не указан, что он именно К относится. Можно ли вот этот объект С, в этом парахере, как-то вызвать применительно А? Ну да, А, ТС, а что? Какие проблемы? Тут, мне кажется, что вы не до конца понимаете вопрос, который задаете, а я не до конца понимаю вас. И вот это двойное непонимание, оно, конечно, очень сильно нас отделяет. Короче, это просто такой объект. Да, у этого объекта, ну, короче, ладно. Мне кажется, мы выяснили вопрос. Значит, из этого, кстати, следует, знаете что? Что чисто теоретически вы можете написать что-нибудь вот такое. А какие проблемы? Только никакой из стандартных типов такой нотации не поддерживает. А так-то чего? Вам в Гитай-тим приедет кортеж, разбирайте его и работайте. Некоторые математические конструкции в НУМПы, например, умеют так работать. Вот. Такая вот забавная штука. Давайте я вам продам еще один секрет, который мы не сможем использовать. Но он есть. Это очень смешной секрет. Синдоксический сахар заменяет три точки на специальный объект, который называется эллипсис, и который имеет тип, ну, вы знаете какой, эллипсис-тайп. Нужен он исключительно для того, чтобы какие-то сложные математические конструкции можно было указывать вот таким красивым способом. А потом вы анализируете там внутри, что вам приехало, и находите этот эллипсис, и думаете, ага, значит, здесь там, ну, скажем, от одного до трех. Вот. Нигде в стандартных типах питона это не используется. Это, так сказать, на будущее задел. Ну, правда, это будущее наступило уже очень довольно давно в объектах, которые определяются математическими библиотеками Нумпы, да, там вполне себе этот эллипсис в хост и в гриву используется, конечно. Да. Еще раз, это в символе синтактический сахар, и вот это заменяется на вот это. А дальше вы говорите там, да, ну, короче, вы понимаете, понятно о чем. Говорит, если if type of вот эта штука из эллипсис, значит, делаем то-то и то-то. Всего лишь проверяем. Окей. Значит, я обещал рассказать про строки, не буду. Точнее, не так. Расскажу буквально два слова. Мы знаем, что строка это последовательность. Да? Что строку можно индексировать, секционировать. ну, в общем, ват. Внимание, вопрос ко всем. Строка это последовательность чего? Строк. Правильный ответ. Строка это последовательность строк. Что из этого следует? Что у этой строки можно взять нулевой элемент. Ну, вы меня поняли. Пустая последовательность не является последовательностью строк? Пусть является пустой последовательностью строк. Почему нет? То есть, в ней бесконечное количество пустых последователей? Нет, одна. Смотрите. Вот у нас давайте так сделаем. То есть, последовательность и ноль не существует? Существует. Вот она. В чем проблема-то? Существует... Она состоит из нуля строк. Из каких чисел... Из каких объектов состоит вот этот список? Сейчас. Не так. Вот у нас есть список. Давайте забежим немножко вперед, потом вернемся. Да-да-да-да. Естественно. Вот у нас есть список. Из каких он объектов состоит? Из трех. Вот мы берем и вынимаем из него один элемент. Теперь он состоит из двух объектов. Теперь из одного. Теперь он состоит из нуля объектов. Строка тоже бывает из нуля объектов. Не вижу проблем. Почему я про это вспомнил? Потому что это хороший пример того факта, что в действительности строка это, конечно, хранимый объект. То есть, она хранит ту последовательность символов, которую мы ей указали. Вот это вот все где-то хранится, разумеется. Кто бы сомневался. Но операция Гетентим, в ней все-таки вычислимая. Потому что не существует отдельно где-то хранящейся строки с решеткой. Ее надо вычислить вот из того, что там хранится внутри. Это не как в Си, где строка это последовательность символов. У нас вот это вот лежит в памяти, а операция индексирования из него изготавливает строку единичной длины. Точно так же, как операция секционирования изготавливает строчку соответствующей длины. Обратите внимание, я не глядя указал очень-очень-очень большой индекс, зная, что мне во-первых, разрешат это сделать, и во-вторых, остановится там, где остановился. Еще интереснее дело как бы еще интереснее с операцией ин. Значит, у нас есть, допустим, все та же последовательность. Когда мы заводим строку, ее элементы не заводятся как отдельные объекты. Да, совершенно справедливо. Когда мы заводим строку, ее элементы не заводятся как отдельные объекты, а они просто лежат в виде этой строки в памяти. А когда мы к ней обращаемся с операцией индексирования или секционирования, изготавливается свежий новый объект, с соответствующим значением. Вот. Вот у нас есть, допустим, наш тюпль. Мы можем проверить наличие какого-то элемента в этом самом тюпле. Ну, только не тюпль, естественно, а А. Ну, 123 отсутствует, 23 отсутствует, а скажем, 68 присутствует. Что это такое? Это операция линейного поиска. Пожалуйста, не обольщайтесь. Сложность этой операции линейная. Нам нужно просмотреть в среднем половину элементов нашего нашего кортежа, чтобы убедиться в том, что элементы там есть, и все элементы нашего кортежа, чтобы убедиться в том, что элементов там нет. Вычислительная сложность этой операции вполне себе линейной. Но зато она такая красивая, коротенькая, вы говорите, что-то инпоследовательность. Последовательность справа должна быть только перечислимой, ее даже индексировать не обязательно. Может быть, не индексируемая. Потому что мы просто будем по одному элементу ходить и смотреть. Найдем? Отлично. Ну, так вот, строки. Значит, со строками интереснее. Дело в том, что давайте мы лучше вот так, да? Дело в том, что операция ин работает не только для отдельных однострочных операций, но и, допустим, поиск подстроки в строке. Вот. Это чуть ли не единственная последовательность, в которой такое возможно. Понятное дело, что написать что-то типа вот так вот нет. Сейчас расскажу. Там используется алгоритм диэкстра, если мне не изменяет память. Значит, смотрите. Вот так мы не можем посмотреть наличие подпоследовательности 54-61 в нашем кортеже А, хотя она там есть. Почему? Ну, потому что в действительности такая штука может содержаться вот здесь. 54-61 Вот она. Вот теперь это true, потому что вот он этот элемент. И только для строк это неверно. Для строк поиск подстроки в строке это операция in. То есть она и так работает, и так работает. Нет, эта операция не квадратичная в том смысле, что понятно, поиск произвольной строки в произвольной строке, так как мы его пытаемся реализовать в голове, это имеет квадратичную сложность. В действительности есть алгоритмы линейной сложности такого поиска, хотя они довольно непростые, в них надо въезжать. Функция свертки и Z-функция это два ключевых слова. Можете погуглить Z-функцию и посмотреть, как это все работает. Ну, да, я думаю, что да. Ну, слушайте, понятие дополнительной языках дополнительная память используется всегда. Чтобы вы не чихали, каждый чих это дополнительная память. Знаете, сколько дополнительной памяти было расходовано вот здесь, а потом освобождено? Это же все конструкторы, их надо было сконструировать, все вот эти объекты нужно было породить, а потом удалить. Так что, ну да, используют, какую-то используют, но она там тоже линейная. Более того, там есть какие-то хитрости с экономией этого дела. У нас осталось 10 минут, да, 10, 10 минут на модифицируемые списки. Ух ты, черт, еще колоды. Так, видимо, вот эта штука у нас уезжает на следующий раз, что очень обидно, но я надеюсь, в следующий раз так тупить не буду. Списки. Со списками ситуация на самом деле довольно простая. Это то же самое, что кортежи, только они модифицируемы, и вот эта модифицируемость списка, это, конечно, важная вещь. Ну, естественно, у нас есть точка с это item, да, давайте вот тут вместо чупля поставим лист. О, вы можете написать а, допустим, 12-е равняется, ну, ку-ку. Да, напоминаю, что как бы типизированы только объекты, связи в питоне не типизированы, поэтому вот так написать можно, и ничего не изменится. Вот, это то же самое, что написать сет-итем, да, сет-итем, дальше номер, ну, допустим, 13-й, и дальше ку-ку-ку. Все, в общем, вполне предсказуемо. Интереснее будет, если мы хотим написать что-то, что-то вот в таком духе. Ну, скажем, от 3 до 7 равняется, ну, скажем, раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8. Обратите внимание, что в этом случае размер может не совпадать. Нет. У нас в операции связывания справа стоят объекты, а слева стоят собственных референсы. Поэтому это по определению сет-итем, это другого типа объекта. То, что стоит слева от операции связывания, это вообще не... То есть правильный ответ не нет, а да, естественно, вы правильно сказали. Но речь идет о том, что то, что стоит слева, оно другого типа. Это не вызов объекта, это референс на объект. И, соответственно, поскольку гитайтим не является референсом, в этом месте идет сет-итем. Создался временный объект в результате вот этого среза и нитим? Нет, 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 нет. Сет-итем вызвался. То есть... А какого объекта? А? Почему когда мы должны показать квадратный скопки с автоматически китайцами или демидами здесь? Потому что это левая часть нашей операции связывания, в ней стоят не объекты, а референсы на объекты. Справа стоят выражения, слева стоят референсы. То есть то, чем можно связывать. Соответственно, мы выбрали А, и поскольку это А, это референс на объект, то мы вполне можем синтаксически понять, что эта штука заменяется на сет-итем. Да нет. Ну как происходит синтаксический анализ, да? Вот у нас есть, как бы, лекси, значит, смотрите, да, мы в прошлый раз уже говорили, что парсер в питоне поменялся, но если бы я это делал по старинке, то я бы сначала распилил все на лексемы, да, последовательность лексем, имя, скобка, выражение с двоеточием, состоящее из этих самых, из чисел равно числовая константа, запятая числовая константа, бла-бла-бла, да, а потом синтаксический анализатор, видя операцию связывания, совершенно по-разному бы интерпретировал вот эти лексемы и вот эти, и все, вот, так что нет, тут ничего чудесного, надо просто понимать, что левая часть и правая часть, это во всех языках так, на самом деле, да, есть то, что называется лыхасы, left half of sentence, и рыхасы, right half of sentence, что еще там, понятное дело, что можно с шагом, но с шагом уже интереснее, да, вот, а, а, допустим, от трех до двенадцати с шагом два, сколько там, пять объектов, вот мы можем написать что-нибудь такое, раз, два, три, четыре, пять, и оно сработает, что произойдет, произойдет, ну, разумеется, с точки зрения, синтаксически, произойдет просто вызов сеттайтем, вот с таким слайсом, и у нас третий, пятый, седьмой, и девятый, и одиннадцатый объекты поменяются на вот этот, но поскольку в этом случае уже невозможно удалить кусок, вот как вот это вот работало, мы удалили кусок от трех до семи, и в него ставили вот этот кусок, да, то есть, вот, ноль, ноль, один, два, три, вот этот кусочек удалился, четыре, пять, шесть, семь, вот этот кусочек удалился, да, и вместо него вставил вот это, то здесь так уже не пойдет, и поэтому, если мы ошибемся в размере, то нас пошлют, нас как-то, если у вас использован шаг, то мы можем просто элементно заменить, а вот что удалять, и что-то потом вставлять, не знаю. нет, он не ищет строки длины 1, я не знаю, где вы про это, где вы прошли тут про строки длины 1, справа стоит последовательность, эта последовательность распаковывается, да, но она является последовательностью строк длины 1, там нечего искать, ну смотрите, вот, что-то я не понимаю вас, потому что S нулевое, это строка длины 1, ну S нулевое, здесь первая тоже строка длины 1, да, мы про это уже говорили, да, элементом строки является строка длины 1, там никто ничего не ищет, я придрался к слову ищет, да, мне показывали, ну то есть слово поиска там не было, что есть еще удобного в питоне, в питоне есть так называемая списковая сборка, или циклический конструктор списка, вы можете написать что-нибудь в таком духе, A равняется I умножить на 2 плюс 1, for I in range, ну скажем от 1 до 23 с шагом 4, бум, обратите внимание, что вот эта штука, это не оператор цикла for, это специальный циклический конструктор внутри, специальный циклический элемент внутри вот такого конструктора, очень удобно для того, чтобы по-быстрому на коленке сформировать вполне себе произвольный, вычислимый список, можно даже фильтр поставить, if A, if что там, и не равно 9, да, значит, выражение for, циклический конструктор, какой хотите, и еще необязательный параметр фильтр, вот видите, мы выфильтровали, выфильтровали 9, который давал здесь 18 в результате, он, а, ну это объяснение того, как работает сборка, а, ну, если вам кажется, что вы поняли вот это, да, давайте, ну, допустим, C умножить, сейчас, пример есть какой-нибудь? Ну, давайте, ладно, по-тупому, и плюс G for, или, скажем, плюс G умножить на 10, вот, G умножить на 10, for in range от 1 до 3, до 4, for G in range range от 5 до 9. Жмух. Обратите внимание, что тут вложенные циклы линеризированы в одной конструкции. Жух. Обратите внимание, какой из них внешний, какой внутренний. Какой из этих двух циклов внешний, какой внутренний. Или же? Да ладно. Вот давайте смотреть. Ну, G уезжает вперед, а 1 остается, значит, и внешний. Значит, и внешний, да. Да, и внешний. Просто два раза было сказано, что G внешний. Разумеется, и внешний, да? Это просто G уже уезжает вперед, мы его на 10 умножили. Вот. Значит, то есть, когда вы вот такую конструкцию пишете, вы можете себе воображать, что это на самом деле такой циклический оператор, где вот, 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 где вот здесь вот стоит перевод строки. Вац. Одно другому соответствует полностью. То есть, вот это тело вашего цикла, цикла как бы, это первый фор, это второй фор. Вац. Это не ухудшает читабельность, если вы умеете это читать. Ну, как бы, смотрите, да, это строчка длиной, это строчка длиной в 52 символа. Это реально можно прочесть. Да? И это атомарное конструирование списка, которое абсолютно невозможно иным способом. Попробуйте, то есть, оно атомарное, понимаете, да? А можно присвоить эту конструкцию такой переменной и вызывать ее по средствам обращения этой переменной? Ну, то есть, евалить. Можно, но это будет то же самое, плюс евал. Вот. Да, это именно синтаксическая конструкция такая, да, которая вам запускает что-то там внутри питона и конструировать этот цикл, но с точки зрения пространства имен оно атомарное у вас никогда не существует. Если вы напишите вот так вот, у вас никогда в этот момент не существует массива А, у которого не вот столько элементов. Если вы напишите это в цикле, это ничего не метод, это циклический конструктор списков. Списки, давайте, вот у нас есть большой списочек. Списки, в принципе, как мы уже видели, совершенно модифицируемы, мы можем менять их с помощью операции секционирования, а можем писать вот так вот, А точка insert, ну, только А большое, допустим, да, ну, допустим, после, перед четвертым элементом то самое ку-ку, да, напоминаю, что перед четвертым вот это четвертый, 0, 1, 2, 3, перед четвертым, ну, или там какой-нибудь А точка remove, ну, скажем, какой-нибудь 13 или, нет 13, а, нет, remove это другое, дел, вот так пишется, дел, а 13, это удаление 13 элемента из массива, где он тут был, да, 83, да, он оказался последний, вот, remove это поиск с удалением, то есть А точка remove, он, видите, нам отказался удалять 13, потому что нету 13, вот, remove это все-таки найти элемент и его удалить, вот в данном случае первый попавшийся 62 удалится, линейная операция, и это линейная операция, и это линейная операция, операция сложность, вычислительная сложность, которая линейна, почему, потому что это массив, и это последнее, что я сегодня скажу, задержав вас, список в питоне, это не список, это динамический массив, что это значит, это значит, что он устроен как массив, где-то в памяти лежат ссылки на вот эти объекты подряд, друг за другом, в количестве 11 в данный момент штук, когда мы вставляем на место четвертого элемента что-нибудь, вернее, в позицию четвертого элемента, происходит то, что мы с вами на первом курсе делаем, мы сдвигаем весь массив вплоть до четвертого элемента вправо на единичку, а на освободившееся место вставляем нашу кукурику, линейная операция, нужно все вот это перебросить на один элемент вправо. То же самое с удалением из середины и так дальше. Если кто-то из вас когда-то в жизни реализовывал динамические массивы или разбирался с их устройством, динамические массивы, те, которые динамического размера, то вы знаете, что в действительности наиболее эффективный способ это так называемое геометрическое масштабирование этого самого массива. Или давайте в следующий раз с этого начнем, потому что люди уже демонстративно закрывают свои ноутбуки. Ну то есть тема довольно важная, но я ее могу объяснить за три минуты. Давайте, голосуем. Давайте. Хорошо. Значит, в действительности динамический массив устроен так, конкретно в питоне. Он всегда фиксированного размера, причем размер этот является степенью двойки. Допустим, в этом этот массив на самом деле уже пожрал 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 элементов 16 чего-то там get size of да, да, 16 ячеек именно. Ну, на самом деле даже больше вот этот размер в байтах. Но, в общем, вот. Если мы туда добавляем еще один элемент, как видите, ничего не изменилось. почему? Ну, потому что он все еще 16. Увеличился ровно в два раза. Теперь в нем 32 ячейки. Чуть меньше, чем в два раза, потому что там еще описатель. Это не объем памяти, который сожрал весь питон. Там лежат не типы, там лежат ссылки, связи с объектами. Они все одного и того же типа и одного и того же размера. Вот такие примерно. То есть, это то, что называется таблица. У нас есть массив, в массиве лежат ссылки на объекты. Объекты могут быть любых размеров, ссылки одинаковых размеров. Итак, при добавлении очередного элемента в массив, он либо не меняет размер, просто конец его пододвигается к физическому концу этого самого размера, либо увеличивается в два раза. Разница между вот этим и вот этим, то есть, давайте, ради интереса. Обратите внимание на то, что вот это степень двойки. Да? То есть, он увеличился ровно на сколько там, получается, 16 ячеек 4-байтовых. Вот. Оставшаяся разница, которая вот здесь, вот, 184 минус 128, это, собственно, описатель данного объекта. Вот. Как только мы добавляем туда элементы, он потихонечку увеличивается, а когда мы их оттуда вынимаем, он потихонечку уменьшается. пока еще пока еще много, но если много поуменьшать, то вот он уже уменьшился. Динамический массив увеличивается в два раза, когда в нем кончаются места. И уменьшается в два раза, когда у него этих мест образуется довольно много. в чем фишка такой штуки? Вот это я не буду тратить те самые три минуты, которые у нас идут на объяснение. Фишка такой штуки в следующем. Несмотря на то, что добавление элемента, скажем, в конец массива, append, у нас иногда занимает линейную сложность, потому что нам нужно взять, скопировать все элементы из одного места в память в другое, которое в два раза больше. В большинстве случаев этот append константный. Мы просто занимаем очередную свободную ячейку памяти в этом массиве. И поскольку увеличение размера массива происходит в два раза, наличие вот этой линейной составляющей никак не влияет на константность в среднем. Такая вот фигня. То есть мы можем считать, что в среднем операция pop и операция append, добавление в конец массива и удаление с конца массива, точнее списка питомников, имеют константную сложность. Это называется amortized worst case, то есть даже самый худший случай, если мы не специально подобрали такой размер нашего массива, чтобы там происходило постоянно это перемасштабирование, эти операции считаются очень быстрыми, pop и append. Поэтому вы можете использовать питоновский список как что? Как стек. Нет, а как очередь не можете. У меня осталась минута и я расскажу тогда про это, раз уж прозвучало слово очередь. Страдайте. Единственное, единственное, почему вы не можете, единственный алгоритм, который вы не можете реализовать на питоновских массивах, как на списках, это алгоритм очереди. Все остальные алгоритмы, вот как здесь написано, все равно потребуют некоторой линейной операции. Даже если вы хотите удалить элементы списка, помните, удаление элемента из связанного списка, взяли, перекинули ссылки, константная операция, но его сначала найти надо. А поиск линейный. Единственная операция, единственный известный мне алгоритм, который нельзя реализовать на списке нормально, это очередь. Первый вошел, первый вышел. Вот. Ну так вот, для этого в питоне есть специальный тип данных, он называется DEC, который умеет ровно это. Вы можете его распринимать как массив, у которого можно добавлять с двух сторон. И вынимать с двух сторон. Во всем остальном это самый обычный массив. Нет, он реализован по-другому. Он реализован на основе кольцевого буфера. То есть это вообще базовый тип данных. Да, но он не базовый, потому что он, скажем так, он является стандартным типом данных, потому что входит в стандартный модуль питона под названием collections, но для него нету синтаксиса в базовом типу данных, и нам нужно просто создавать именно, значит, создавать объект типа DEC. Вот. Вот. Видите? Вот так это делается. Если вы хотите очереди, используйте деку. Если вы хотите обычные массивы с быстрым аппендом и попом, использовать обычные списки, это работает. Все. Значит, вот это я не рассказал, это очень плохо, что я это не рассказал, поэтому будет гора домашних заданий, но что делать? Тут рассказывать, собственно, не о чем. Список списков. Да? Вот домашнее задание про матрицы, да? Это все про списки списков. Так что, мне кажется, тут как бы нам с вами разговаривать не о чем. Можно два вопроса? когда вы наконец отучитесь задавать вопрос? Один вы уже задали, теперь второй. Второй вы тоже задали. Осталось два, я понял. Человек умеет калькулировать. Давайте быстрее, время выходит. Вот с циклическим конструктором списка это получается в классе список есть конструктор, который определен для того, чтобы работать с этим. У вас очень-очень магическое словесное мышление. Увидев слово конструктор вы сразу достроили себе в голове класс, конструктор класса бла-бла-бла-бла-бла. Нет, конструктор списка это такой синтаксический элемент, который конструирует список. Нет ни класса, ни конструктора, ничего в этом рассуждении. Только слово конструктор в его прямом смысле. Нечто, что конструирует. Да? То есть вот магия слов не должна работать. То есть понятное дело, что по-хорошему я бы должен был выработать некоторый специальный словарь, в котором бы отсутствовали слова конструктор или, скажем, объект, потому что эти слова означают другое в объектной парадигме. Да? Но тогда бы я говорил совершенно уже совершенно непонятные никому слова и был бы только хуже. Привыкайте к тому, что все слова, по крайней мере, у нас здесь, значат только то, что они значат. Конструктор это то, что конструируют. Объект это то, с чем работает питон, не более того. Соответственно, вот эта вот штука, циклический конструктор, это такая синтаксическая конструкция, которая конструирует список все. Понимаете, да, что вот а еще есть генераторы, а в питоне тоже есть генератор функции, вот, которые возвращают итераторы. короче, да, боюсь, что не существует нормального, как это, список слов, которые мы понимаем, он гораздо меньше, чем список сущностей, которые мы имеем в языках программирования. Еще вопрос. Среди того, как является местный пакет и тот программ, даже нет результатов компиляции, то он не может заранее знать, сколько у нас объектов будет. Это тоже как динамичные массивы и рисуются? Слушайте, ну, это слишком глубоко вы копаете, но, во-первых, у нас есть этап компиляции, потому что после синтаксического анализа происходит генерация байт-кода, вообще-то, но это никак не влияет на тот факт, на то, о чем вы говорите, потому что, потому что, разумеется, все это происходит в рантайме. Вот. Но, с другой стороны, а почему бы нет? Ну, какой-то помер-менеджмент же есть, тем более в интерпретимых языках программирования. Вот, и мы воспользуемся. Я не вижу проблем. Ходим в копируционную систему и заказываем память. То есть, здесь нет проблемы, да, поскольку вообще вся динамическая парадигма состоит в том, что мы с памятью работаем здесь и сейчас, вот мы берем и работаем с ней. Еще вопрос? Все. Кто-то, кто-то, кто-то судорожно озирается. Неужто остался кто-то, кто еще вопросы задает? Извините, что я так вас задержал. Так вышло. Вот у нас, значит, в следующий раз за мной должок про, возможно, вот про это, хотя бы это будет делать в домашних заданиях. Вот. В следующий раз, кстати, у нас довольно веселенькая тема будет на вас. Только я забыл, какая. Давайте посмотрим. Функции, у нас же функций еще не было. Функции. Функции в питоне это очень весело. Приходите. Все, 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 все. Спасибо всем.